Под председательством главы района Заура Хамирзова в зале администрации района состоялось очередное расширенное планерное совещание. В режиме ВКС приняли участие главы сельских поселений. В начале планерки с информацией по кредитным программам, зарплатный проект и сельская ипотека выступила главный менеджер регионального филиала Росельхозбанк Ирина Барахаштова. В первую очередь хотелось бы отметить, что наш банк курирует зарплатный проект. То, что новое появилось, это система быстрых платежей, переводы без комиссии в другие банки по номеру телефона. То есть часто возникал вопрос, что есть кредиты какие-то в других банках, чаще всего это Сбербанк. Неудобно совершать переводы, платежи большие, комиссия также большая. Теперь вы можете через приложение нашего банка совершать переводы без комиссии по номеру телефона. Все, что для этого нужно сделать, это дать настройках доступа и разрешения. У вас есть представитель в районе нашего банка, вы можете туда обратиться, вам любой специалист с удовольствием поможет, расскажет, как это работает. И вторая тема, немаловажная, в нашем банке вышел второй транш, нам дали второй транш по сельской ипотеке. То есть часто возникал вопрос, что сельскую ипотеку много кто хочет получить, но нужно поторопиться, что в бюджете, так скажем, есть ограничения по финансированию. Сейчас у нас достаточно средств, чтобы всем хватило, поэтому можно обращаться к нам по сельской ипотеке. Ставка не изменилась, 2,7% годовых. Ипотеку можно взять везде, что касаемо республики, кроме того, что называется город. Единственное, прошли небольшие изменения, у нас исключили поселок Яблоновский. Если ранее на него был очень большой спрос, сейчас все, что можно, мы аккредитовали, и Яблоновка отсюда исключена. Все остальное в вашем районе, в соседних районах, все можно брать в ипотеку. И также не забывайте людям, клиентам, которые проживают в районе, можно свой доход показать, как с выпиской по хозяйственной книге. Наверное, кто брал в нашем банке, сталкивался с этим, знает, что это работает. Кто-то работает неофициально, у кого-то доход есть официальный, но небольшой. Если у кого-то хоть есть какое-то небольшое подсобное хозяйство, обращайтесь в администрацию, берите выписки, мы будем учитывать, так скажем, все, что у вас есть на территории вашей земли. Далее, о санитарно-эпидемиологической обстановке в Кашхабском районе по состоянию на 14 сентября главе района доложили начальник отдела по делам ГОЧС Николай Зверев и начальник отдела Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея Шавгеновского и Кашхабского районов Жанна Бжецева. По сравнению с прошлой неделей, у нас количество заболевших увеличилось на 19 человек. По поселениям Егерухай 6, Кашхабр 4, Бличепсин 4, Натурвова 2, ХОЦ 3 случая. Всего, значит, сейчас на данный момент 96 человек находятся на лечении, из них 72 на Унженатурман, 24 человека находятся на стационарном лечении. Значит, всего теперь вот из этих 96 человек картина складывается следующим образом. В Кашхабре 22 случая, в Бличепсине 21, в Егерухае 32, в Майске 2, Натурвова 5, в Вольное 2, ХОЧН 3, 4, ХОЦ 8 случая. Теперь, что касается протоколов, значит, два протокола суд рассмотрел на это протоколы на физические лица, по проведению свадеб вынес на решение на штраф на 1 тысячу рублей. Как отметил начальник отдела по делам ГО и ЧАЭС, в районе уже имеются случаи привлечения к административной ответственности по статье 20.6.1 КУАП РФ. На двух граждан Кашхабрским районным судом были наложены административные штрафы за нарушения при проведении массовых мероприятий, а именно свадеб. В своем выступлении Жанна Бжитцева отметила, что количество заболевших в районе продолжает расти. На прошлой неделе впервые были зафиксированы случаи заболевания школьников. Все необходимые санитарно-противоэкадемические мероприятия проведены в образовательном учреждении. Проведена заключительная дезинфекция, все помещения, ликвиация, столовая, все, что необходимо, было проведено. Затем слово предоставили главному врачу Кашхабрской центральной районной больницы Заурбию Хашево. Он проинформировал присутствующих о ходе прививочной кампании в образовательных учреждениях и организациях района. Прививочная кампания в районе за первую неделю показала следующие результаты. Выполнено вакцинации 1579, это 8,5% от всего плана вакцинации. Детей выполнено 463 вакцинации этого вакцинации, это 10%. Среди детей, детей же дошкольного возраста, выполнено всего лишь 89, внимание, это 6,4% от намеченного плана. Среди детей, школьников выполнено вакцинацией 374, это 11,6% от плана. Среди работников образования выполнено 375 вакцинации из запланированных 720, это 48,7%. Среди медицинских работников вакцинации выполнено 191, из 350, это 54,5%. Таким образом, наиболее охваченные вакцинации оказались медицинские работники. Глава района подчеркнул, что вакцинация против гриппа носит добровольный характер, но в период пандемии обезопасить себя и своего ребенка от гриппа – первоочередная задача каждого человека или родителя. По традиции, на планерке рассмотрены вопросы, касающиеся проводимой работы по достижению показателя X-матрицы, поступления налоговых и неналоговых доходов в районы бюджет и бюджеты поселений, организации питания в образовательных учреждениях района. Помимо этого, главе района было доложено о ходе подготовки к отопительному сезону, о взыскании приставами задолженности по электроэнергии и о проводимой работе по брендированию национальных проектов.